Всем привет! Сегодня я расскажу вам об очень замечательном радиоприемнике советского времени ВФ-216 Винис. Это шикарный 7-диапазонный приемник, работает до сих пор. Если его включить... К сожалению, мы не можем услышать русских станций, но китайские, корейские и японские радиостанции в коротковолновом диапазоне очень даже хорошо ловятся этим приемником до сих пор Приемник имеет как внешнюю антенну, так и внутреннюю магнитную антенну, диапазона длинных и средних волн Кроме этого, в приемнике есть и диапазон УКВ. Конечно, в этом приемнике диапазон ультракоротких волн советского стандарта и радиовещательных станций мы там не обнаружим Чем же хороший этот замечательный приемник? Он имеет универсальное питание как от сети 220 вольт, так и от батареи Шесть батареек 373-го формата могут запитывать этот радиоприемник на средней громкости до 100 часов Этот приемник относится ко второй группе сложности У него имеется как регулятор громкости, выполнен он в виде ползунка, так же и регулятор тембра Ручки настройка диапазона и подстроечка выведены на боковую панель Сверху у нас имеются три кнопочки Это включение сети, переключение на УКВ диапазон и автоматическая подстройка частоты Редкость до многих приемников, но в Эфона разработана была уже давно Вообще, эти приемники были в разработке в Рижском радиозаводе с 1967 года Первоначально были выпущены две модификации радиоприемников ВЭФ Это ВЭФ-12, наиболее простой, и ВЭФ-17 Отличались они тем, что ВЭФ-17 имел УКВ диапазон В более современных модификациях очень нравилась такая вещь тем, кто приобретал эти приемники Это светодиодный индикатор Светодиоды были тогда в диковинку, и увидеть индикатор на бытовом радиоприемнике было даже очень приятно Приемник вполне работоспособный, и от сети, и от батареек он исправно работает Выпускал его в Рижский завод, так он и назывался, завод ВЭФ На этом радиоприемнике маркировка ВИНИС ВИНИС латышково переводится как ВОЛНА Ну, как бы сам за себя говорит, что выпущен этот радиоприемник не совсем в России А в так называемой буферной зоне, как мы ее тогда называли Это три союзных республики Эстония, Латвия и Литва Вот, и данный приемник взял, наверное, то, что видели соседи из-за границы Потому что он напоминает некоторые зарубежные аналоги Зато, к слову будет сказать Потомок, или даже не потомок, а собрат этого радиоприемника Появился в Белоруссии В 1969 году, когда разработка ВЭФ была передана белорусскому радиозаводу Он стал выпускать очень популярные и знаменитые, кстати, очень хорошие радиоприемники Океан О радиоприемнике Океан я расскажу вам немного позднее А пока, давайте еще раз включим наш радиоприемник и послушаем хотя бы Японию О радиоприемнике Океан О радиоприемнике Океан Субтитры делал Dima О радиоприемнике Океан О радиоприемно О радиоприемнике Океан О дохректору Камбук.